Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я приготовлю одну из своих любимых закусок из баклажанов. Для приготовления этой закуски нам нужен баклажан весом 400-500 грамм, лучше если он будет вытянутый и прямой, у меня немножко кривоват, но это не страшно. 150 грамм творога, 50 грамм орехов, 50 грамм размягченного сливочного масла. Вот такая половинка стебля сельдерея, где-то грамм на 30, небольшой кусочек свежего огурца, тоже грамм на 50, пучок укропа и один зубчик чеснока, это по желанию. Сначала я займусь баклажаном. Баклажан нужно вымыть и порезать, чистить не нужно. Порезать его нужно тонкими пластинами, такими лепесточками, 3 миллиметра толщиной. Теперь я сложу баклажан на тарелку и каждый кусочек посолю. Буду складывать прямо горкой, минут на 15 оставлю баклажаны и займусь начинкой. Зелень я помыла, обсушила, огурец почистила, чеснок тоже. Складывать в пиалу творог. Масло должно быть комнатной температуры. Орехи. Сюда же режу сельдерей. Добавить огурец. Если вам не хочется со всем этим возиться, вы можете купить сыр Филадельфия или Альметы. Добавить туда орехи, чеснок, если хотите и зелень. И у вас получится практически тот же результат. Измельчить ручным блендером в однородную массу. Получаем вот такую массу. Начинка готова. Если вы противник жирного, можете вместо масла добавить немного нежирной сметаны. Только смотрите, чтобы начинка не получилась очень жидкой. Начинка готова. Возвращаемся к баклажанам. Чтобы мне было с ними проще, я положу их на бумажное полотенце и слегка отожму, прикрыв сверху другим. Ставлю сковороду на газ. Разогреваю ее. Очень тонко смазываю жиром. Баклажаны очень любят жир, а я не хочу, чтобы блюдо наше получилось жирным. Обжарю баклажан с двух сторон до готовности. Сверху также тоненьким слоем масла смазываю. Нужно немного охладить. И после этого можно сворачивать рулетики. Кладите на толстый край начинку и аккуратненько сворачивайте. и закатать в рулет. Если баклажан у вас прорвался, ничего страшного. Когда вы будете скатывать, он закроет все у вас целой частью. Итак, скатывайте все лепестки. Скатывать рулетики можно немного и по-другому. Можно, если у вас целые лепестки баклажана, намазать их начинкой и после этого закатать в рулет. Делайте, как вам больше нравится или как вам кажется быстрее и удобнее. Спасибо, что вы были со мной. Если вам понравился видео рецепт, подписывайтесь на канал. До новых встреч! До свидания!